В понедельник в конце рабочего дня Хабаровчанин нашел у себя на работе птенца хищной птицы. Причем трудится Сергей не где-нибудь в лесу, а на авторемонтном заводе в индустриальном районе. После окончания трудового дня мужчина обратил внимание на непривычные звуки. Ну вот шел с работы по заводу, смотрю, кто-то там, может, дерево лежит, пищит. Ну пошел, посмотрел, подобрал птенчик. Жалко стало, как-то забрал его домой. Дома, где он у вас жил, чем вы его кормили? Молочком, паштет покупали, куриный ему давали. Горожанину птичку стало жалко. Чем помочь пернатому незнакомцу Сергей не знал. Для начала решил отнести его к себе домой. Супруга Хабаровчанина, которая тоже трудится на заводе, за несколько дней успела прикипеть к постояльцу. А как вы говорите, реагирует на вас? Ну, поворачивает голову в мою сторону, если я двигаюсь, иду, он на мой голос прям поворачивается. Вроде вот третий день птичка у нас и уже вот настолько привык. За эти дни не специалисты в орнитологии так и не решили, чем помочь птице. Поэтому передоверили птенца профессионалам в зоосад на заимке. После осмотра орнитолог заключил – травм у птенца нет. Об этом говорит то, что он не отказывался от еды, цеплялся лапами за пальцы, когда его брали на руки, и даже пытался взлететь. Ну, это птенец, чеглока. Ну, ястреб тоже, вот есть пустяльга, а это чеглок, маленький слеток. Он-то так нормально, по-видимому, его подобрали, но он голодненький, бедный. Встретить такую птицу в городе – обычное дело. Хищники обитают там, где есть высокие деревья. Могут свить гнездо и на высотных домах. Вероятнее всего, это особь слеток, то есть подросший птенец, которому пришло время учиться летать. Вероятно, первый его полет оказался не слишком удачным. Первым делом в новом приюте птенца накормили. Чеглок был сильно истощен, поэтому первая порция небольшая. В меню говяжье легкое, которое клиент зоосада съел с большим удовольствием. По словам орнитолога, на паштете хищник протянул бы недолго, а вот на мясе скоро окрепнет и сможет летать. С места происшествия Полина Хромцова, Ольга Кошелева и Павел Рогатин.